Ну ладно, давайте вот этот список фильмов попробуем ебануть. Так, Эд Вуд или Карты Деньги Два Ствола. Мне больше Карты Деньги Два Ствола нравятся, хотя... Знаете что? На мой взгляд, Большой Куш это ремейк. Карты Деньги Два Ствола. Вот. Это усовершенствована его версия. То есть, на мой взгляд, Карты Деньги Два Ствола это не полный фильм. Полный фильм это Большой Куш. Моя такая теория. Поэтому здесь побеждает Эд Вуд. Так. Скотт Пилигрим или Эльдорадо? Я не знаю, что такое Эльдорадо. Поэтому, ну типа я знаю, что это такое фильм, а такого не знаю. Мультик что ли какой-то? Побеждает Скотт Пилигрим, хотя мне этот фильм решительно не нравится. Он вылетит очень быстро. Фантомас или Достучаться до Небес. Ну, Фантомас, наверное. Что угодно, только не достучаться до Небес. Поймай меня, если сможешь, thank you for smoking. Я не знаю, этого фильма я не видел. Поймай меня, если сможешь, тогда. Понимаете, это не хорроры. Поэтому тут я большую часть просто не смотрел. Не знаю, что такое Джой, поэтому Джон Вик побеждает. То есть тут просто будет много изи-побед. Человек дождя или пила. Пила первая. В плане недооцененности именно как фильм. С толковым сюжетом, моралью, игрой актеров и сценарием. Умница Вилл Хантинг или Страсти Христовы. Вилл Хантинг. Просто более глубокий и интересный фильм. Гранд Арино или Поющий под дождем отличный фильм. Не смотрел. Не смотрел. Оба не смотрел. Но здесь... Не, везде актеры известны. И там, и там. Но пусть будет Knives Out, потому что это звучит как Dicks Out for Harambee. Поэтому достаньте хуя ради харамбр. Профессионал Сбермондо или Фауст 20-х годов. Ну, профессионал вообще отдельно от его культурного контекста для среднего Савке. Фильм проходной довольно. Если отбросить в сторону, то же саундтрек, там, морякона, всякое такое. Поэтому Фауст. То, что это важный фильм для истории кино, в принципе. Не, аниме сразу нахуй. Королевская речь. Анастасия или Эди Игл. Не смотрел Эди Игл, поэтому Анастасия. Ну, дико интересно это смотреть сейчас, наверное. Это я не знаю, что такое, поэтому меланхолия. Дико сложный конкурс. Так. Breakfast Club. Американский снайпер. Американский снайпер. Так. Нахуй аниме. Тринадцатый этаж. Ха-ха-ха-ха-ха! Я думаю, кроссовер необходим. Пиздец. Так. Игра в имитацию пишет, чем я легенда. Я легенда посредственная. Амадеус. Амадеус, что угодно. Амадеус, походу, трахнет весь список фильмов, блядь, сегодня. Я так понимаю. Это Кал. Груз-200, блядь. Груз-200, походу, трахнет весь список фильмов сегодня. Это не знаете, что такое. Так. Это тоже, кстати, я не смотрел. Но это пошлость, 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 блядь. Поэтому побеждает, побеждает Пол Уокер. Диснеевский Пол Уокер, верхом на собаке. Так. Бурлеск или остров. Блядь, я, по-моему, оба не смотрел. Пошлость, пошлость побеждает Оби-Ван Кеноби и Наташа Романов. Так. Ну и чё, и где. Серпика или... Ну, Серпика, понятно. Кошмар перед Рождеством или Кролик Джоджи? Я не смотрел Кролика Джоджи. Кошмар перед Рождеством. Ко тому же Кошмар перед Рождеством я, блядь, смотрю каждый год. Либо на Хэллоуин, либо на Рождество, если не успел на Хэллоуин. Адвокат Дьявола говно. Полный. Просто говно говна. Поэтому Фантомас еще один. Слушайте, хороший, кстати, фильм. Крут сваренный. Но Брестская крепость, вы, блядь, возможно, закидаете мякалом, но Брестская крепость отличный фильм. То есть тут как бы такой момент есть, что... Несмотря на то, что там попа за Россию, за дедов, блядь, там... Причастись говном Иисуса за Россию ветеранов, но Брестская крепость – фильм хороший. Блядь, здесь сложно выбрать, на самом деле. Здесь мне придется выбирать по принципу, чтобы я лучше пересмотрел. Я бы гораздо более охотно пересмотрел Брестскую крепость, нежели круто сваренный. Арго или Психо? Ну, просто Психопат был гораздо более монументальный фильм. То есть это даже несерьезно, пытаться сравнивать его даже с исторической артхаусной Хуиргой Бенаафлика, который тоже гениальная, блядь, безусловно, там... Но... Психопат, маньяк Альфред Хичкок, он эпичный чемпионат. Гордость и предубеждение или Гарри Поттер и признак... призрак Аз... 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 Кабана. Вот, ну, слушай... Я не смотрел Гордость и предубеждение, а вот Гарри Поттер и призрак... и, блядь, узник, блядь... У меня в голове смешались, короче, слово Prisoner и слово Узник. Получился призрак Кабана, блядь. Гарри Поттер и... Гарри Поттер и призрак Кабана, это первая часть Гарри Поттера, где у Гермиона появились сиськи, поэтому я выбираю призрак Кабана. Так... Космическая Одиссея или три билборда? Три билборда. Космическая Одиссея, дико скучная хуйня. Я понимаю, конечно, что это очень важный фильм, что все обязаны его посмотреть. Я согласен, что фильм отличный. Он, блядь, просто замечательный. Если бы он здесь был против Узника Аз Кабана, я выбрал бы, блядь, Космическую Одиссею, но он здесь против трёх билбордов. И побеждают три билборда. Завод, блядь, я не смотрел Завод, поэтому здесь Мимино затащило. Касабланка или Магнолия? Магу ли я? Говно ли я? Нет, Касабланка, конечно. Корпорация монстров или вот эта стрёмная хуйня Альмадавара? Корпорация монстров, на мой взгляд, отличный фильм для всей семьи. Я не смотрел Мазерласс Бруклин, у меня к тому же ассоциация за словом Мазерласс. А поэтому Килл Билл. Так, Ирландец? Нет, сразу Человек-паук. Я, это при том, что я даже не смотрел эту часть. Джентльмены или Казинора? Джентльмены, по-моему, хуйня вышла вчера, блядь. Казинора Аль с Путиным в главной руке. Как можно? Так, Книга джунглей или Земля до начала времен? На этом мне всегда Земля до начала времен больше нравилась. Книга джунглей оверхайпнутый диснеевский. Хуй-дог. Вот, а как бы это, блядь, великое кино о великой войне. Поэтому Земля до начала времен ножки-крошки, блядь, не всегда. Так, Хайль-Цезарь или Запах Женщины? Хайль-Цезарь. Так, Эль-Камино сразу нахуй. Я даже не знаю, что такое. Спотлайт. Но Эль-Камино сразу нахуй. Унесенный Ветром или Прометей? Ну, тут близко на самом деле, но Унесенный Ветром. Это не шутка, если что. То есть, они для меня вот так вот, совсем рядом, но унесенный Ветром. Андрей Рублев или Датчанка? Ну, смотрите, в Датчанке там трансгендеры играет цисгендерный актер. Это культурная апроприация. Поэтому у этого фильма нет шансов на моем канале. Поэтому побеждает Андрей Рублев. Хотя, блядь, в Андрея Рублеве... Сука, блядь, в Андрея Рублеве... В Андрея Рублеве, блядь... Тарковский корову сжег заживо, блядь. Можно отмотать назад, пожалуйста? Так, ладно. Dial M for Murder. Я не смотрел Dial M for Murder. Поэтому даже, притомясь, что это Хичкок, он сейчас отсосет у фильма с Частином Тимберлэйком, который никто нахуй не смотрит. Просто потому, что я, блядь, не смотрел этот фильм Хичкока, нахуй. А эту хуйню, блядь, с Амандой ебатью в сраку Сайфред и Джастином Тимберлэйком, нахуй. Я, сука, блядь, смотрел, блядь. Так, Watchmen или Toy Story 4? Я той истории вообще только одну часть видел, первую. Поэтому Watchmen. Так. Indiana Jones, последний крестовый поход или тупо пожилой хер? Ну, знаете, хер это там, где... Хоакин Пенис на протяжении двух часов пытается трахнуть Windows 10. Короче, Indiana Jones тащит. Тем более, это часть с Шоном Коннери. Дракула с Белой Лугаши или Мизери? Дракула с Белой Лугаши, во-первых, не первый Дракула, да? То есть, там... Там до этого уже был Масферату, в принципе, то есть... Уже было что посмотреть в этом плане. Значит... Вот. Поэтому, пожалуй, Мизиек. Там же фильмы про Дракулу, они почти все взаимозаменимы, за редким исключением. Это не то, чтобы Дракула с Белой Лугаши был плох. Но, скажем так, чисто, чтобы вы понимали. В те времена не было дубляжа. Невозможно было переозвучить фильм на другом языке. Поэтому, чтобы носители других языков могли посмотреть тот же самый фильм, его, блядь, переснимали нахуй полностью с другими, сука, блядь, актерами. То есть, это сложно понять, но фильм Дракула с Белой Лугаши, у него есть испанская версия. И, блядь, там все актеры, блядь, другие, там испаноговорящие, все актеры. И есть мнение, что испанская версия даже пизжи. Вот. Это не ремейк, это перевод. Тогда так переводили фильмы. Их переводили, блядь, переснимая полностью. Значит, а Мизери отличный фильм, он довольно оригинальный, интересный. Там, ну, Джеймс Канн играет средне, а Кэти Бэйтс играет великолепно, как всегда. Мизери отличный фильм. Так, Кафе Сосайти или Гладиатор. Я не знаю, что Кафе Сосайти, блядь, поэтому Гладиатор. Bad Times in the L Royale или Moana. Я не смотрел Moana, я смотрел Эль Рояль, поэтому Эль Рояль затащится. Он, кстати, неплохой фильм. Неплохой. Это как братья Коэна, но без братьев Коэнов. Sunset Boulevard, я, кстати, я, по-моему, не видел Sunset Boulevard, можете себе представить. Зато я видел Mad Max, поэтому Mad Max тащит. Скорее всего, и так бы затащил. Звуки музыки или Schindler's Fist? Ну, как бы, смотрите. По-моему, фильмы специально подобраны, да, друг под друга. Потому что они все про нацистов, блядь. Нет? Они случайно выпадают? Окей. Просто интересно, что звуки музыки и список Schindler'а выпали на одну и ту же позицию. Окей. Ну, смотрите. Звуки музыки там поют, блядь. Так, так. Джулия Эндрюс, в принципе, очень красивая женщина была. Ну, это какой-то несерьезный фильм. То есть, ну, посмотрим правде в глаза. Да, он из эпохи хороших фильмов, так скажем. Где, как бы, все нацисты, они кудрявые, искрюченные, вот такие вот. А главные герои, которые от нацистов убегают, они белокурые, голубоглазые, все такие. Пляж, поют. Рекомендую посмотреть звуки музыки и обратить на это внимание. Значит, ну, короче, список Schindler'а стащил. То есть, можно подрочить. Там сцена в душе есть, очень эротичная. Так. Так, Мэд Макс 2 или Мост в Теребитию? Ну, знаете, я думаю, я думаю, что, как бы, фанаты... Как ее звать? Тут есть имя? Тут даже имен этих актеров и актрисы нет, потому что они маленькие. Короче, фанаты вот этой девочки, они меня простят, наверное. Я сейчас выберу, конечно... Я сейчас выберу, конечно, Безумного Макса 2. Вот, да, да, лезли, да, лезли, да, простят меня, лезли, ёбы. Я выберу, короче, Безумного Макса. Значит, вот, лезли, попокойся с миром. Идем дальше. Семь психопатов или большие глаза. Девочка, где ты взяла такие глаза? А я не видел. Тим Бёртон, блядь. Мимо меня все проходит, блядь. Я не смотрел, я не видел, не знаю. Я не знал о существовании нового фильма Тима Бёртона. В каком году вышел? Окей, Тим Бёртон с Кристофом Вальцем. Я новые вещи узнаю какие-то, блядь. Это, знаете, Тим Бёртон, это настолько... Он настолько себя закопал в говне, что, блядь, ты просто уже не узнаёшь про его новые фильмы, а не всё. То есть он что-то выпускает, и всем насрать вообще. 14-го года, блядь? Окей. Семь психопатов. Так. Так. Бенджамин Баттон, скучная хуйня. А что это у нас слева такое? The fault in our stars. Справа женщина, что ли? Это не мальчик, а девочка. Бенджамин Баттон. Так, идём дальше. Так, American Hustle или Мертвец. Вот, знаете, вот этой вот афере по-американски ей, короче, не повезло, что она стоит против мертвеца. Е-пиздец. В любом другом случае она бы простояла. Потому что фильм хороший, блядь, Кристиан Бэйл, как всегда. То есть на этот раз он отожрался, он играет пузатого еврея. Вот. Это очень круто. Вот. Фильм заебено. Мертвец. То есть тут реально без вариантов. Рокки 2 или Мать? Мать хуйня, поэтому Рокки 2. В любой другой ситуации Рокки 2 соснула. Так, нау-юсиме. Так, укращение строптивой. Ну пусть будет The Taming of the Shrew, потому что тот другой... Я их оба не смотрел, но это вроде бы какая-то классика с Ричардом Бёртоном. Так, ну это сразу хуйня, поэтому La La Land. Так. Гарри Поттер и Принц Полуёбич или Тоня? Тоня это какой-то биографический фильм, хуй пойми про кого, поэтому будет Принц Амич Полуёбок. Битлджуз или Принц Египта? Блядь, опять! Блядь, Тиму Бёртон не везёт сегодня. То одно говно выпадает, то толковые его фильмы выпадают против фильмов, которые типа, ну типа у меня бестов за бест. То есть... А сейчас, короче, Принц Египта трахнет Битлджуса, блядь. Это очень печально. Оба евреи, кстати. Вот, но... Принц Египта тащит. Трамба или убийство... Убийство... Священного Уколда. Короче, смотрите. Трамба хуйня. Я... Я это... Говно... Блядь, если бы говно умело... Это типичная пропаганда о том, как угнетали коммунистов в Голливуде. Я в рот ебал эту хуйню. Поэтому... Только поэтому побеждают убийство Священного Оленя. Вот исключительно по Мача съело говно. Так. Мечтатели... Или танцы с волками. Ну то есть... Исиськи Евы Грин против протоаватара. Короче, танцы с волками дико скучное говно, поэтому побеждают Мечтатели, потому что висиськи Евы Грин. Так. Изгой... Или аниме? Изгой. Аниме. Манги. Тупое. Говно. Тупого. Говна. Так. Сайленс. Не смотрел. Эффект бабочки. Поэтому побеждает. Кстати, неплохой первая часть. Русалочка или Капитан Фея. Русалочка только смотрел, поэтому она пища Капитана Филлипса, блядь. Так. Энни Холл или... Так. Я, кстати, не смотрел про Бучика Эссиди в фильме. Я смотрел Энни Холл. Я много Луди Аленокс посмотрел. Вот. Поэтому побеждает Энни Холл. Но вообще это... Не моего типа кино. Немного. Несмотря на то, что я много видел. Так. Линкольн для адвоката. А, сосед. Спасибо за подписку, сосед. Так. Короче, вот это я слева не смотрел. И справа я все фильмы про Джеймса Бонда смотрел. Кроме самых последних. По понятной причине. Ковно. На секретной службе Ее Величества. Это фильм, в котором... Этот Хуи играет... Не помню, как его зовут. А, Джордж Лезенби. Играет главную роль. Это единственный фильм про Джеймса Бонда, где... Играет этот актер. Он... Не очень вписывается. Возможно, просто по принципу синдрома утенка. Он всем не нравится. Это и мне в том числе. Значит... Ну, как бы... Спрашивают по конкретной причине. Это по какой? По какой причине не нравятся новые Джеймса Бонда? Потому что это не Джеймс Бонд. Это Джейсон Борн, блядь. Потому что новые фильмы про Джеймса Бонда... Это просто фильмы про Борна, блядь. Но просто где все персонажи переименованы. Я не понимаю, нахуя... Нахуя снимать 007 фильмы в такой стилистике... И настолько унылыми, блядь. И... При этом не снимать фильмы про Борна. По-моему, пизжи было бы, если бы снимать... Начиная с Казино Рояль, так. По-моему, пизжи было бы, если бы они снимали фильмы про Джеймса Бонда в той же стилистике, в которой они были. И при этом продолжали бы снимать фильмы про Борна, блядь. То есть, что там эта стилистика, она вязалась. Он как бы эту стилистику ввел, блядь. Мы... Без Борна у нас Джона Вика, например, не было бы. То есть, как бы вот... Именно этот... Первый фильм, как он там назывался? Идентификация Борна, по-моему, первый фильм назывался. Да, я просто не помню их названия одинаковые все. Он именно, как бы, по сути дела, разродился вот этими боевиками нового типа. Значит, а как бы... Ну, Джеймс Бонд, он всегда был про другое. Джеймс Бонд, это, если что, почти пародия. Равно как и Индиана Джонс. То есть... Ну, как бы такое. Стилистика Тома Клэнси? Ну, слушай. Стилистика игр по Тому Клэнси, скорее. В общем, короче, новые фильмы про Джеймса Бонда мне не нравятся из-за этого. Потому что, ну, нету, как бы, уже вот этого изящества какого-то. Он почти никого не трахает там, блин, нахуй он нужен, блядь. Вот. Поэтому... Ну, сейчас... Это, кстати, было лирическое отступление такое нихуёвое. Всё. Потому что вопрос-то у нас вообще про другое был. Что здесь побеждает? Побеждает просто тот фильм, который я видел. Я видел этот фильм. Всё. Идём дальше. Аниме нахуй. К тому же Зловещие Мертвецы. Ху-ху-ху-ху. Фу-ху-ху. Идём дальше. Так. Фантомас. Против Бегущего по Лезвию. Фантомас однозначно. Хух. Нахуй Бегущего, блядь. Идём дальше. Суспири или Зловещие Мертвецы. Вот знаете, какой-нибудь претенциозный уебан, нюхающий собственный пердёж, выбрал бы Суспирию. Вот. Но, на мой взгляд, Зловещие Мертвецы. Пизжи, как фильм, по всем параметрам. Там убедительная игра актёров. Она в американском стиле. Там отличные спецэффекты. Просто гениальные. То есть, там очень круто. Значит. А Суспири, ну, я согласен. Дарио Арджента, это Тарковский от мира хорроров. Да, есть такое. Посмотрите, что мы сделали с Тарковским уже в этом конкурсе. Охуенно. Идём дальше. Так. Кабаре или Хьюго? Эй, я не смотрел Кабаре. Поэтому ебаный Хьюго, блядь. Хьюго, кстати, хуйня унылая. Рождение звезды или... О, нахуй рождение звезды, блядь. Любую версию, нахуй. Далласский. Далласский. Понятно, короче. Джокер говно. Но я не смотрел золото. Поэтому, блядь, Джокер побеждает. Так. Человек, убивший Дон Кихота или Голова Лазьки. Извини ты, Ригельем. Я не смотрел твою хуйню, которую ты 50 лет делал. Павел, я зато смотрел голову Ластик два раза, блядь. Моё почтение. Маленькие женщины. Ну, блядь. Пусть остаются маленькими. Моё побеждает Пёрди Мэн. Так. Знаменитый битбоксер. Так. Дуэль педофилов против... А, это на Игле 2, блядь. А я тогда обе-две не смотрел. Оба-оба фильма я не смотрел. Я на Игле 1 смотрел. Тогда это сложно. Ну, типа... Ну, я поставлю, короче, на Игле. Просто потому, что первая часть хорошая была. Так. Вечное сияние чистого разума или подкожей. Вот, знаете, подкожей, дико переоценённая, унылая хуйня неинтересная, блядь. Поэтому Вечное сияние. Но, в целом, Вечное сияние чистого разума тоже далеко не мой любимый фильм. Я не люблю претенциозные, блядь, фильмы с Джимом Керри. Капота или Сияние. Блядь, биопик про Трумана Капота с Филиппом Сеймуром Хоффманом. Или Сияние, блядь. Опять охуенно. Ну, я не люблю... Я биопики не люблю, блядь. Ну, тогда получается Сияние. Но Сияние мне тоже не нравится. На самом-то деле. Ремейк с Успирией полная хуйня. Здесь оно побеждает, блядь. Неважно. Оно, блядь. Хоть оно, блядь, с Тимом Кари, мне похуй. Ремейк с Успирией, несмотребельное говно. Ремейк с Успирией, вот-вот, реально полная хуета, блядь. Я редко недосматриваю фильм до конца. То есть, я просто охуел от того, насколько это, блядь, унылое, претенциозное, несмотребельное говнище, блядь. Я сейчас про ремейк с Успирией говорю. Просто пизда, блядь, сука. Блядь, я вообще... Это тот момент, когда ты смотришь фильм, и фильм настолько скучный, что это, блядь, даже удивительно. Он просто... Я охуел, блядь, от того, какой он скучный, блядь. Насколько он ни о чем, блядь. Насколько это кал, блядь, мутный. Так, что у нас здесь? После прочтения «Жечь» или «Джанго», они вообще на одном уровне, серьезно, кроме шуток. «Джанго» более амбициозный, да, то есть в этом плане. Но амбиции были уже оценены широкой аудиторией в то же время. Поэтому я даже не знаю. В какой-то момент ты начинаешь понимать, что фильм не просто скучный. Вот то, что ты сейчас сказал про ремейк «Суспирио», сказал Дарья Арджента новому режиссеру, и он обиделся. Ну да, в классической «Суспирио», я, правда, «Суспирио» старую уже слил, да, в этом конкурсе. Но, тем не менее, классическая «Суспирио» начиналась со сцены убийства, где, блядь, там, короче, там студентки этой балетной школы ей ножом, блядь, вскрывают, короче, грудную клетку, там достают сердце, хуярят по голому сердцу ножом, блядь, потом она падает через застекленную крышу, у нее шея цепляется за провод, и она виснет, короче, с огромной раной, блядь. Все под грохот грома, блядь, под какую-то светомузыку ебучую и так далее. В новой «Суспирио» там просто, блядь, километры пиздежа, блядь, просто по 15 минут, какая-то пиздоболие. Приходит какая-то манда к психиатру, психотерапевту, к Зимону Фрейду, блядь, приходит, какую-то хуйню ему несет, блядь. Блядь, там какая-то, блядь, полудохлая бабка лежит, блядь, что-то дышит. Пиздея, я просто охуеваю, блядь. Какая-то унылая срань, блядь, ёб твою, это просто невозможно. Мне даже в голову не могло прийти как будто специально, вот как можно более унылую хуйню, блядь, сделать. Знаете, я думаю, Джанго тащит. Все-таки чисто, чисто из-за размаха. Потому что они так-то на одном уровне, по актерам, по, блядь, сюжету, по всему, но в Джанго больше размах. И в Джанго, в отличие от других фильмов Тарантино, есть, блядь, отсылки на что-то, кроме ебучих самурайских, блядь, боевиков, да говноедов и вестернов, нахуй, с Клинтон Иствудом. Поэтому, поэтому Джанго. Так, Джей Нейр или Зеленый Слоник, я хуй знает. Пусть будет, идем дальше. Так, Нить Пахома или Старикам здесь не место, но эту хуйню я не смотрел, поэтому... А, блядь, нет, сука, подожди, я этому фильму еще минусов, блядь, нахуярил бы. Это, по-моему, фильм, который обозревал чувак с канала «Скрытый смысл», блядь. Старикам здесь не место, пусть будет. Так, Мгла или Виктория? Я Мглу только смотрел. Книга жизни. Я не знаю, что это такое. Машинист смотрел, машинист неплохой. Даже отдельно от того, как огрещал Кристиан Бэлл ради этого фильма. Сплит или Супер Бэд. Я не смотрел Супер Бэд, поэтому Сплит. Сплит, кстати, неплохой фильм. Кристафер Робин или Дом летающих кинжалов. Пусть будет Дом летающих кинжалов. Хотя я такое не люблю, если честно. Заводной апельсин. Заводной апельсин. Без комментариев. Без комментариев. Блядь! Мы категорически против расизма, блядь. Пиздец. Ну, короче, несмотря на то, что Фред Уильямсон охуительный актер. Вот. Мой кумир, можно сказать. Но мы против расизма. Спасибо за подписку. Артопед. Ты даже не знал, что такой фильм существует. А ты когда-нибудь слышал про Илью Мэдисона? Ответь мне на вопрос. He's so bad. They call him boss. He's the boss. Boss. Спасибо за подписку, джирафтбаган. Спасибо. И субея. В общем, короче, я против расизма, поэтому я не могу фильм про босса... Не могу за него проголосовать. Boss N-Word, да. Отрицательно относимся к расизму. Так, ну здесь я только Эджинку в Туморо смотрел. Так, ну здесь я только Дони Дарка смотрел. Ну, здесь... Нет, я Солярис тоже смотрел. Но Белоснежка лучше, чем Солярис, согласитесь. Это что такое? Пьяный мастер, что ли? Ну, не знаю, я думаю, 7 самураев все-таки пищи. Так, Монти Пайтон... А, кстати, Shallow Grave не самый плохой фильм, но все-таки Монти Пайтон и Святой Грааль, ну, как-то посмешнее. Тебя здесь не было, я смотрел, эту хуйню про школьников я не смотрел. Даже не смешно. Это я не видел, поэтому Oldboy... Да я думаю, Oldboy и так затащил бы, скорее всего. Ну, детская хуйня про Санта-Клауса, где какую-то из ролей, по-моему, озвучил Норм Макдональд. Или без лица. Ну, тут очевидно, что без лица это, конечно, проходняк, лютейший, блядь, это жанровый какой-то китч. Но все равно, все равно без лица. Если бы Джон Ву снимал на родине, то там можно было бы обойтись, ладно. А Клерки или эта хуйня? Клерки. Так, последний из Магикан или Человек-Швейцарский нож? Давайте мы протроллим любителей хорошей актерской игры и выберем Человек-Швейцарского ножа, блядь. Так, Планета Бебезьян. Старая. Или Хэллоуин старый. Я люблю хорроры. В целом. Хэллоуин далеко не мой любимый фильм. Первый Хэллоуин. На мой взгляд, третий Хэллоуин лучше первого, как фильм. Он интереснее, в нем лучше. В большинстве своем играют актеры. В нем лучше музыка, в нем все лучше. Планета Обезьян. Ну, блядь. Давайте по-серьезки. Попробуйте сейчас Старую Планету Обезьян, блядь, посмотреть. Ну, камон, серьезно. Хэллоуин, конечно. В тот случай, когда поправку на возраст фильма просто невозможно сделать. Это я не знаю все, что такое, блядь. Вилл Смит ухуевый актер, поэтому будет вот это говно. А, 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 арахисовый, арахисовый сокол, блядь. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Я его не смотрел, это наверняка величайший фильм всех времен. Поэтому, я думаю, он трахнет сейчас все фильмы в этом конкурсе. Так, Фарга или эта хуйня? Фарга, Фарга мой любимый фильм, если что. Так. Это я не смотрел, пусть будет одиннадцать друзей Оушена. Индрюш. Бэмби. Махуй аниме. Драй. А. Я не смотрел Драйв Кста. О, Сонная лощина Кста, красивый фильм. Очень красивый. Тупой до охуения, красивый. Так. Ну, папа, блядь, очевидно, по-моему. Следите за экраном, мне сейчас в ломак зачитывать название. Да, 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 бля, Варкрафт сейчас я выберу, безусловно. Это Миссис Педигри, я не смотрел. Но я уже выбрал семь самураев, поэтому давайте выберем еще и, блядь, великолепную семерку. Оверлорд или В, значит, Вен... Оверлорд такой, проходной, в общем-то, хоррор-боевик про нацистов-зомби. В, значит, Вендетта, это недоделанная хуйня. Которая дала нам мем про философа, вообще. Ну, короче, Оверлорд, блядь, он вышел в прошлом году и уже никто не помнит, что это за дрисня, блядь. Вы уже забыли, нахуй. Вот, всем насрать. А вы, значит, Вендетта, помнят до сих пор, несмотря на то, что вы не доделали даже. Поэтому давайте вы, значит, Вендетта. Так, бешеные псы или плетеный человек? А это плетеный человек какой? С Кристофером Ли. Плетеный человек. Тут вы внезапно узнали, что я, в общем-то, блядь, не поклонник Тарантино. Молхолланд Драйв, блядь, я, по-моему, не смотрел Гранд Будапешт, я уже даже не помню. Пусть будет Молхолланд Драйв, хотя я не люблю Линча, если честно. Быть Джоном Малковичем или Шишит Фингер, блядь, ну, я Джеймса Бонда выберу, короче. Я не люблю Артхаус вообще. Трудно быть богом или Файт Клаб, трудно быть богом, гораздо пизжи. Отличная экранизация Ведьмака Савковского. Так, Кингсман или Про Собак. Илью Николаевичу привет. Ида. Или Общество Мертвых. Ну, Общество Мертвых Поэтов, да, пожалуй. Сквозь Снег или Мультики. Сквозь Снег. Блядь. Жиза Адели, Сторож, ебаный, блядь. Я не видел, мы хуя из этого, ты будь Сторож. Джуна или Роман. По-моему, Римские Каникулы имеются в виду, они Ром... Тут просто вам, наверное, не видно. Но тут понятно, что на плакате написано Роман Холидей. Но в названии фильма, который поверх плаката, просто написано Роман, блядь. Какой, блядь, Роман Мадянов, нахуй? Требую, требую, короче, блядь, ремейк Римских Каникул, блядь, с Мадяновым, блядь, вместо Грегори Пека. Так, донат, надо зачитать донат. Евгений Баженов, 100 рублей, какого хуя ты не пикаешь Тарантино? Потому что... Идем дальше. Так, Джуна говно, Римские Каникулы. Так, nice guys, я не смотрел, некоторые любят погорячее. Престиж или Кунг Фьюри, престиж переоцененный, Кунг Фьюри, это я понимаю, великий фильм. Так, Кильбиль или Рокки, Рокки. Мост шпионов, хуйня, жадо, жадо, жан, жан, дво, жан, дво. Так, я не хочу саентологическую пропаганду пустить, пусть будет инферно. Я даже не знаю, что... А, это по Дену Брауна, наверное. Доктор Слип, блядь, не пусть будет крепкий. Ну, Крепкий Орешек, кстати, много кого захуярил бы здесь. Алита или Крестность? А я даже не смотрел Алиту, но будет Алита, короче. Так, хотя Брюс Алмайти... Эван Всемогущий смешнее, на мой взгляд, чем Брюс Всемогущий. Так. Крестный Отец хуйня, но жизнь пи... Блядь, нет, лучше Крестный Отец тогда уж. Хатика или хуйня про барабанщика? Нет, Хатика, Хатика. Ну, вы видите, что я, короче, выбираю уже по самым разным критериям. То есть, у меня критерии меняются по ходу, потому что я устал, хочу есть. Так, я не знаю оба эти фильма, поэтому победит вот этот фильм про жирного чувака, которого подставили из-за того, что он дурачок. Это, кстати, на реальных событиях. Парфюмер или лабиринт фауна? Ублюдки или мемента? Ублюдки, пожалуй. Мемента, он скучноватый немного. Расиамон или хороший, плохой, злой? Хороший, плохой, злой. Определенно. Хардкор или... Блядь. Однажды в Америке, сука. Вот это выбор, блядь. Пиздец. В чате пишут, алито определенно. Да, чувак, алито. Ну, конечно же, хардкор, блядь. Нахуй однажды в Америке. Кто вообще выберет? Дрисня для старых переклов, блядь. Так, лобстер или Роджер Рэббит. А Джордан Питерсон расист и наркоман, поэтому я выбираю Роджера Рэббит. Так, от заката до рассвета или железный виндизель. От заката до рассвета. Бэйби Драйвер, это приквел фильма Драйвер, что ли, блядь. Вмолчание ягнят, конечно. Лей мизерабль. Или... Эта хуйня. Ну... Пусть будет... Эта, блядь. Ещё за пригоршню долларов или ранга. Я не смотрел ранга, поэтому будет вторая пригоршня долларов. Пираты Карибского моря или Силёная ебать её в срак убили? А, блядь. Какая же пираты, блядь. Что, блядь, пупые, чтоб ей зелёные были. Поезд Пусан... Вот, кстати, кроме шуток, поезд Пусан – говно, блядь. Поэтому валь. огни большого огни большого города решают любимый фильм вождя народов назад в будущее сосет хуяку дмб ёпта живешь только дважды или жить и брайана но смотрите в любом любой другой ситуации джеймс бонд зарешал бы но не житие брайана житие брайана пищи если бы здесь был святой грааль джеймс бонд зарешал бы но здесь житие брайана житие брайана мой любимый фильм из монти пайтона мистер холмс последний человек мурнау я не смотрел последнего человека мурнау блять выглядит как будто это экранизация гуглевской шинели если честно а вот мистер холмс я хочу посмотреть поэтому я его выберу девятый дистрикции чужие а если чужие тогда чужие камерун затащил гражданин кейн или гражданин кейн че ебанулись что оберзительная восьмерка конечно так однажды в голливуде или эджинг хуй знает что это блять и однажды в голливуде начал смотреть в самолете но бросил потому что звук плохой был поэтому от нас в хлеб хоть так хуй знает счет сня блять пусть будет у меня не значит муки маушкой ты ебаный так смерть сталина и лимон могли блять серьезно как какой нахуй сталина убить пересмешника или птицы убить пересмешника конечно мы против расизма блять скажешь барат бать очевидно гоня бал это я не знаю хуйня про правил как ахинга короче фильм а тут про ван гога блять я хуй знает даже слушайте счет все говно какое-то ну пусть будет как ахин дальше мадагаскар или мадагаскар темный город или я это я не знаю что такое поэтому темный город мальчишник в вегасе или мистер и министр и миссис смит логан или загнанных лошадей пристреливают не так ли пусть будет логан не буду выебываться усилен колец или на игле или аппарат на игле вообще этот фильм второй раз здесь блять ебанулись сын все ебанулись своим блять в идеале нам на хуй ску блять душили душили блять остров проклят остров проклятых блять это опять-таки вас андерсон или стэнли кубрик но доктор стрэндж лав он все-таки про что-то важное серьезное а тут влюбленный малолетний долбоеба блять так что зоро доисторический с аленом дэлоном блять не менее доисторическое дольче вита вообще с настроение ну короче мы против блять мисс единии поэтому зоро к тому же зоро он латин x рома или дурак дура я не знаю кто такой рома блять но дура романа на 5 мадянов хексу ридж не знаю что такое american ultra тоже не знаю мы против ультрасов поэтому пусть будет хексу ридж константин или красота по-американски но блять но каким надо быть говноедом чтобы выбрать красоту по-американски против константина вы блять серьезно нахуй настоящая красота по-американски это блять дилда свинтонов в роли архангела как гавриила блять волесы громят или гравитация не понимаю почему в машине на водительском сидении сидит владимир коротокс выбираем гравитацию на и хотя не пусть будет кровь кролик робу оборотень он все-таки это все-таки более тонкий изящный фильм чем гравитации там более сложный сюжет так челюсти говно поэтому будет сайлент хив это я не знаю что такое поэтому будет реквием харадрим так и циванда full life вы замечаете что это уже третий фильм с названием жизнь прекрасна и как бы это все три разных нахуй фильма или спайдермен и батя 42 но кстати циванда full life стал популярным рождественским фильмом только из-за того что на него просрали авторское право в свое время но я его смотрел блять минимум полтора раза хотя и второго человека паука видел разок вы знаете короче да иль фантазма д д д д лёпера это какая эндрю луид вейбер то есть это с царем леонидом и эми розы эми розом очень и очень даже было а это второй джон я да да я я первый так смотрел как будет призрак опера бля узнает оба фильма кроме шуток хорошо сняты я бы даже сказал омели лучше снята то есть она именно это очень хорошо снятый фильм блять очень красивый фильм с отличным саундтреком все тут вот редкий случай когда на так называемый сюжет нужно вот забить и просто смотреть картинки и слушать музыку но я блять не люблю блять с другой стороны оба фильма оба фильма блять про такие маленькие вещи блять я пойти я не люблю фильмы про про хуйню блять про отношения блять какую-то такую срань я люблю фильмы в которых блять война блять люди умирают постоянно тяночка побеждает блять чувак что тяночка побеждает и смотрел трудности перевода вообще фильм начинается с жопы блять скарлетт юхансон на весь экран камон блять тяночка побежал хуена именно поэтому тебе нравится фарга чувак фарга дохуя людей убили не пизды знаете да жопа скарлетт юхансон милые кости или вудсток нахуй вудсток милые кости даже при том что фильм хуйня полу 8 с половиной или армагеддон бля 8 с половиной ну его нахуй ну скучно блять ну какой блять какой блять 8 с половиной с ума сошли блять конечно блять майкл бэй если бы блять если бы блять в фильме армагеддон еще ромочка мадянов играл то он бы вообще блять сука можно было бы заканчивать вот здесь прямо то есть какой блять 8 с половиной недель вы ебанулись митсомар хуёмар блять пригоршни долларов нахуй вас что блять как у вас тестостероном какой были блять какой блять ось эти диками ты чё еще ты несешь блять зеленый нахуй слоник ебать воины у пяшки против оживших мертвецов мертвецы идем дальше департат или тейки на какая нахуй разница пусть будет департат охуенный выбор блять просто 10 сиси мулан но это мультик мулан я так понимаю основной инстинкт основной инстинкт да ну поднимите руки кто в детстве не дрочил на мулан основной инстинкт пассажиры или аниме пассажиры я даже не знаю что это так 1408 или interstellar эти 1408 гораздо более сложный интересный многогранный фильм блядь чем interstellar ебану блять супер семейка или антихрист какие блять мандарины чего блять какая заза урушат за чего несете блять дожавю инфоманка хуйня фаворит в окружении люди в черном головокружение блять хороший фильм не прочим но давайте посмотрим правде в глаза вы блять будете смотреть головокружение два к двадцатом серьезно блять серьезно серьезный это не верю в ней и не пиздите блять не пиздите нахуй блять люди в черном будете смотреть первую часть дабы это все люди в черном так кэри это какая кэри сиси спасик оригинальная кэри понятно великий дико великий диктатор все равно тащит нахуя я вообще найткроллер я так и не посмотрел 2 вог по моему тоже поэтому пусть будет найткроллер так робин гуд для фурей или аниме пусть будет робин гуд для фурей я в детстве смотрел много раз поэтому теперь я фури игры игры разума или дорогая я уменьшил детей ну слушайте смотрите людям которые смотрели эти оба фильма известно кто должен был получить оскар конечно же оскар должен был достаться фильму дорогая уменьшил детей за сцену когда скорпион убивает муравьишку блять ээээм Не, за сцену в душе, это список Шинглера. Так, я думаю, я даже не знаю, что тут выбрать. Ладно, пусть будет игра разума, мне лень, я уже пошутил. Так, о, мировая классика, либо хуйня, которую никто не смотрел. Мировая классика. Ну, здесь изи, изи. О, ну, Терминатор, конечно, трахнул Кристофера Нолана в сорокотельне. Бивень, понятно, нахуй аниме. Ити или неприкасно, а почему они неприкасаемые? Блять, почему они неприкасаемые? Это расизм какой-то, пусть будет инопланетянин. Бен Хурс, Хестон, ебать, кое-на-хуй, блять, какой нахуй Дастин Кортман, зачем несете? Джеки Браун, хуйня. Пусть будет Мэд Макс, Дорога Фурей. Это заебись. Полуночный экспресс. Чего, блять, а это чё за хуйня? Пусть будет, это сранее, не знаю. Ну, блять, тут даже не смешно. Апгрейд. Ну, тут братьям не повезло. Побеждают вспомнить всё. Географ или Хичкок. Хичкок. Успящая красавица тащит. Зеленый. Нахуй, вот прочь, это я понимаю. У него он выйдет, да, двухсотлетний человек, да, да. Да, 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 да. Гениальный, блять, фильм, просто обосраться. Блять, вы видели эту ебануную жуть, блять, сука. как я в детстве охуевала сраного фильма я и когда маленький был мне было понятно что это халкалыч просто пизда бля это хуже чем тот блять стрёмный странный фильм про фабрику игрушек с тем же блять этого хуже блять чем фильм где инди кауфман робота играл блять стука блять блять конечно его выберу идем дальше так 7 или побег из шеушенка побег пробег из нью-йорка или stalker нахуй stalker побег из нью-йорка так но это я даже предположить не могу что это такое а вот а вот это заебись кинцо блять ахуенчик это я все не знаю что такое поэтому пусть будет фильм с этим жердяем который ирландец терминатор или ли он ли он побеждает терминатор к тому же но вы рассудите кто кого победил бы ну типа все понятно так господин никто узнает что это вообще такое блять шейвин райан справиться так экзорцист или авиатор ну блять очки не совпадают с названием фильма это сразу 0 из 10 поэтому будет экзорцист тут написано прощай поэтому я выбираю вот этот фильм лего и лесу ли блять хуй знает чего этого самолета блять крылья растаяли чуть за бред пиздец охуели бляди смотрим короче лего ну все смотр не смотрим выбираем его дом который построил джек или франкин вини франкин вини выглядит какого-то построил джек блять если честно идем дальше мальтийский сокол или creed ну creed было это это как это какая-то это creed битва за савитар да это вот бурут студия они интерес пофиксили баг с огнеметом надеюсь что да потому что голосую я закрыть убийца дума так кузьма и место побеждает блять кузьма блять геркулес мультик про геркулес дико провальный кстати мультик про геркулеса и 2 син сити блять лучше лучше геркулес серьезно или это был первый син сити хуй знает там один син сити уже был был первый два раза паразит ну хуй знает кто говно смотрят блять поэтому конечно же зомбил энд и супер суши с ноттердам блять короче голосуем блять за за пубертад хорошая такая реклама тусина кстати было фильме горбун из ноттердама американская история х или иллюзионист слушайте все я бы на кроссовер посмотрел бы то есть было бы интересно нортон в одном и том же фильме сыграл бы и персонажей из фильма иллюзионисты сами понимаете трахнул бы в задницу персонажей из американской истории эти я думаю так и произошло на самом деле но если вы наца то идите нахуй поэтому мы выбираем иллюзионисты тем же он недооценен так ну вот однажды в ирландии я смотрел королину кста тоже сложно блять королевы хороший быть ну пусть будет однажды в ирландии нахуй аниме ну тут без вариантов даже не смешно очевидно так логан лаки не знаешь такое а ну это вот широко закрытыми глазами конечно же побеждает так левая нога не знаю хуйня лолита бля конечно же лолита блять очевидно жалко там натали портман оказалась сниматься в свое время зодиак или применая зодиак дико унылое говно кстати крым и шуток нахуй интервью с вампиром унылое брис не банда нью-йорк конечно мое почтение я ничего не смотрел про татуировку дракона поэтому куда приводят менты конечно таксисты льда человек из анкл дави великий фильм блять все времена охуеть так лоренсов и лейбия и прибытие прибытие говно идиотская блять и есть прибытие красный отец 3 или бокс волстрит блять пусть будет блять святые струщоб и затащи меня в ад затащи меня в ад отличный фильм но он здесь против святых и струщоб не фартанула уперли пока хонтас к хонтас лупер хуйня ремейк лица со шрамом или охотники охотники за привидениями за вы не согласны вы плохо подумали охотники за привидениями дико оригинальный фильм догма или невеста труп невеста труп это уже постепенное скатывание тима бертона этому догма так братья-систер или какая-то хуйня пусть будут братья-систер блять это не значит такое пусть будет шоу тромана фильм хорош всегда говорит дай чек слон чек слон блять лучшая роллент они хопкинс что а 12 раздневных мужчин все понял или рок-н-ролла но по-моему все очевидно что должен победить наиболее продуманный тонкий диалоговый фильм идем дальше так об или доказательство смерти да согласен постепенно скатывание горечная да 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 даже не смешно пусть будет черный лебедь я все так и не посмотрел транс но мне нравится название да блять маяк или день сурка нахуй чтобы выбрать пиздец здесь даже без троллинга абсолютно так ремейк великолепной семерки или 1 рэмбо блять 1 рэмбо конечно любая а однажды на диком западе да 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 блять безусловно уже же было american сам и все мы хорошо мы на следующем level знаете мне пила больше заходит чем американский психопат американский психопат ли левацкий блять коммунистический пасквиль уебищный вы этого не понимаете бы тупой как пила это фильм со сложным сюжетом продуманном или все отлично в первых трех частях кстати все ровно отличный мировая классика американского психопата за рулевая дурака лисис хуительно а это выбор да ну фильмы похоже блин а жди знаю да и я я помню как бы то ту серию земли до начала времен когда спайк пытался предупредить всех о том что трескаются вулкан его запинали короче ну мне 27 лет поэтому дурак но наверное 20 лет назад я бы понятное дело выбрал бы блять ножки крошки ну тут очевидно арахисовый сокол конечно но кто еще блять может победить я в конце вам покажу трейлер фильма арахисовый сокол если что гуго или призрак уэпер и гуго блин а то ли он спасет boom-п For Blood ein я если чё так что опять выбрал выбрал горбуна из нотердама песня отличная очень люблю эту песню я отдельно слушаю специально когда пьяный так как сабланка касабланка маракеш ёпта а ты д дмб нахуй блять грегори пэк и одри хэббер на всех блять дмб на так все пико или зловещие мертвецы но зла и у нас есть зловещие мертвецы 2 например поэтому тут лучше пусть серпика побеждает снова пирсер хуйня вот принципе то это да это понимаю strange love или человек пердящий труп ну я считаю что как актерская игра дэниэла редклифф она затмевает вообще все на свете поэтому я выбираю человек швейцарский нож так брестская форму фортресс блять или фортресс или вы значит философ пусть будет брестская крепость ладно ла-лай-лай-лай-лай ла-лай–лай нельзя обосраться но мы обосрались лалалала лалалала пока хонтас фантомас на три головы пизжи фильм чем донни дарка без иронии говорю а зловещие мертвецы 2 чем список швинглера смешно а не должно быть смешно что за сайт как гуглить к это корейская хуйня боку до на пика . корея . ким чин и номер и и и танго на самом деле по секрету скажу я очень устал я очень хочу жрать блять такая печаль поэтому я сейчас попытаюсь по фастетскому короче от пройти за решать ну походу походу срубить каких-нибудь шуток юмора жрать жрать знаете я думаю первые люди в черном мне нравится больше чем бесславные если вы не согласны ваше дело но бесславных ублюдков я скорее всего ни разу жизни не пересмотрю первых людей в черном наверно посмотрю еще разу тоже в детстве они у меня были на и час кассете не мечтатели нахуй ну хуя когда есть лего блять вот идешь ты блять и наступаешь голой пяткой на мечтателей еще это тебе вызовет бурю эмоций что вода для зеленого слоника или мдп снг я не знаю ни одного из этих фильмов так нахуй андрея рублева блять уже по причине сожженной корова ну терминатор конечно лучше чем блять трудности перевода а хэллоуин лучше чем остров очевидно не ладно тут даже в качестве троллинга хуйня будет так а знаете жизненная ситуация приходишь такой блять в девяностых на горбушку вот и те предлагают две кассеты ты спрашиваешь ребенку чернить жизнь это по моему жизни могли конечно сторож блять без иронии кста то что я выбрал ночь живых мертвецов вместо заводного апельсина это стать не троллинг нихуя я это считаю что он важнее как фильм и он пище просто по всем параметрам сам не нравится то вы просто предвзяты против жанра всяких не удивлюсь если на стримах маргинала победит либо самый маленький рейх и пассальный душитель но тут их нет да причем самый маленький рейх затащил бы из списка 512 фильмов на так ну бля конечно анастасия или джон виг блять это я понимаю нахуй грязь 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 говно я уже я уже рассказывал свое мнение про фильм грязь грязь полная хуйня блять чужие или блять сука ну что я могу сказать party за его чужие блять похуй нахуй где найти твой разъеб грязи очень старая тема и смотри когда фильм выше блять ну я конечно люблю фильмы про джеймса бонда но нам не настолько хотя знаете вот если пересматривать то я бы нахуй ни за что не стал пересматривать таксиста один в компании может быть особенно из компания настоит но блять про сети пересмотреть таксиста нахуя я все помню что там было и он не то чтобы дико угарный там кроме сцены когда он вам пригласил в порно кинотеатр короче нихуя смешного нет а вот достиг goldfinger маяс да как бы вот goldfinger я пересмотрел легко я в два раза смотрел это еще хуйня я осьминожку четыре раза блять смотрел фильмы про джеймса бонда охуительную таксист от из лучших лишь больно смеяться нахуй я бля не жрался нихуя таксист одна из лучших французских комедий но блять я не это имею ввиду я не имею ввиду что он блять хуёвая комедия моя претензия к таксисту не в том что он блять не не в том что он хуёвая комедия но просто это фильм как бы он не очень захватывающий чтобы его сидеть блять смотреть на просто второй раз на что там смотреть а в goldfinger там постоянно что-то происходит понимаешь то есть джеймс бонд он не рассекает по ночному городу рассуждая блять о том как он всех блять ненавидит понимаете это блять важно это важный критерий но здесь мы выбираем лучший фильм поэтому таксист джокер или по нахуй джокера джокер 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 dark city или мими но блять меня до сих пор горит что из этого фильма спиздили сюжет и сделали блять матрицу я конечно же имею ввиду мими но блять поэтому я проголосую за него так ну гарри поттер конечно нахуя вот эту хуйню слева смотреть я даже не представляю кошмар перед рисом или экзорцист кошмар я кошмар смотрю повторюсь каждый год блять раз в год уже много много лет и некоторые песни помню наизусть но петь их не буду крепкий орешек или крестный отец для меня это вообще не выбор нихуя крепкий орешек для меня очевидно блять крестный отец скучное говно хуй пойми зачем блять снято крепкий орешек это блять гениально и и это и это и сейчас не троллинг нихуя а 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 очень сложно потому что оба фильма во-первых дико оригинальные плане сюжета вторых там охуенные спецэффекты и там и там искусство само по себе жанр поэта разным мягко говоря блять ну в хиллрейзере бюджет меньше выглядит он беднее из-за этого еще в хиллрейзере есть персонажи британцы говорящий с американскими акцентами еще там местами проседает актерская игра вот это минусы хиллрейзера основные еще хиллрейзер породил одну из самых несчастных франшиз вообще в истории поэтому пусть хотя блять у охотников за привидениями был охуительный блять ремейк так что я даже не знаю тут кто кто мощнее получил поебалу блять из этих двух фильмов своими сиквелами или были к битвы же блять я даже не знаю главный минус хиллрейзера отсутствие саундтрека от койл чувак койл говно я вот это не понимаю бомбящих и инди дрочеров которые думают что хиллрейзер был бы хотя бы на йоту пище чем бы бы хотя бы на йоту пище из саундтрека от койл плит с ума сошел там охуительные там блять охуенная заглавная тема блять хиллрейзере камон ебать блять любители пердящий трещащий хуйни типа койл вы блять говноеды для кино и ничего пище чем блять оркестр с хором вообще блять придумано нахуй не было единственное что ну иногда синтетический саундтрек может затащить может затащить в каких камерных хоррорах типа кошмара на улице вязов когда там во сне все происходит и блять всякие то там струны не затащат потому что он не про что-то эпичное хиллрейзер он блять эпичный там как бы другие измерения ебать в хиллрейзере даже в первой части там кирсти она пока она в больнице где она там короче стена открывается и она на время попадает в этот в коридор в измерении этих садомитов блять и за ней гонятся вот эту хуйня которую сценарий называют инженер и так далее блять во второй части они вообще попадают в измерение этих как бы людей пол этих девять короче демонов блять и видят левиафана блять это гигантский монолит на пущих уйня вы еще и панутая как какой блять койл пиздец блять какую нахуй койл блять серьезно серьезно блять то охуенно да давайте ты фитопу и блять поставим саундтреком охуительно будет просто он же известный наверняка он охуенно саундтрек сделает для хорора блять пиздец просто обосраться так короче здесь охотники за привидениями тащат потому что просто этот фильм больше и актеры играют пищи вот вот и все так мизери или трудно быть богом блять как же мне лень шутить поэтому пусть будет не зря лень выдумывать шутки хочу закончить эту хуйню побыстрее лень шутить лень шутить блять хотя блять шутить сложно блять джо н empty джо н а Аминь. Как же лень шутить, блядь. Догма или клерки? Если с оригинальной концовкой, то клерки, но если мейнстримная версия, то догма. Не, я добью эту хуйню, дело надо довести до конца, блядь. Блядь, Оумен хороший фильм вообще. Почему я думаю до сих пор, блядь, это хуйня слева, давай я на неё нажму, идём дальше. Знаете, у меня до сих пор горит жопа от того, что у этого фильма спиздили сюжет и сделали из него матрицу, блядь, ебаную. Я, конечно, имею в виду вот эту хуйню с собаками, блядь. Так, да, да, геркулес, охуенно, безусловно. Как он вообще сюда попал, блядь. Скотт Пилигрим, говно, идиотское, блядь. Для детей. Сияние, я не люблю сияние, сияние, хуйня. Я со Стивеном Кингом согласен полностью в плане сияния, сияния, блядь. Мадагаскар, как гениальный, Мадагаскар, блядь. Не, ну тут Фарга, фарга. Вот если бы в Армагеддоне Ромочка Мадянов играл бы, блядь, вместо Брюса Виллиса, тогда, да, это я понимаю, а так. Ну, Макс. Здесь, блядь, хуроров нет. Я из-за этого мечусь туда-сюда, потому что у меня нет, как бы, четких предпочтений за пределами хорроров. Мне разное нравится. Поэтому в чате сейчас пишут, что у меня странный вкус, блядь, и так далее. Не странный, блядь. Просто я, типа, нихуя, кроме хорроров, обычно не смотрю. Найдь, кроула! Хороший, кстати, пустер. О, блядь, мертвец раньше вышел, похуй. Я бы Константина более охотно пересмотрел, но «Лабиринт фауна» все-таки более значимый фильм. Да. Не без недостатков, конечно, но... Нахуй побег из Шеушенка, скучная дресня. Хуй пойми для кого снятая. Куда приводят менты? Блядь, а Матеус всех трахнет, наверное, в этом списке. Нахуй хатика. Нахуй куб, блядь. Мультик про Робина Гуда пизже, чем куб. Кроме шуток. Гораздо интересней. Следующий раунд. Куколд бой. Дети Христа, Гарри Поттер, блядь. Ааа, стреляю, блядь, всех. Мы не одобряем, если что, на всякий случай, не одобряем. Прямо выбор Софии какой-то, моя хуй пиздец. Это как выбрать между, блядь, пожрать и поспать. Или поебать и наебать, блядь. Это очень сложный выбор. Я, блядь, только что выбрал Silent Hill против в джазе только девушки, ребят. Вообще, я бы предпочел, если бы был фильм Silent Hill или в джазе только девушки. Это было бы охуенно. Здесь написано Bambi, так что приступайте. Ну, блядь, это будет не смешной троллинг, если я опять пердящий труп Гарри Поттера выберу, блядь. Здесь особо не потроллишь, поэтому я попробую серьезно выбрать. Блядь, ну, оба монументальные картины, на самом деле. Охотники за привидениями и Терминатор 1. Терминатор 1 в некоторых аспектах даже лучше 2. Но я бы выбрал 2, если бы надо было выбрать между Терминатором 1 и 2. Это было бы такое когда-то. Я говорю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... если бы вместо шварца снялся мадьянов как работает путешествие во времени в терминаторе почему кайл рис не может протащить с собой оружие кто помнит почему он голый телепортируется когда кайл рис перемещается в прошлое он голый какого почему наружу с собой взять не может только плоть можно только плоть можно да только плоть да только плоть на только только живая плоть может т.п. да да хорошо да а 500 килограммовый нахуй робот из нержавейки это это охуенно похуй похуй главное что он сверху кожи обтянут которую он кстати без потерь для себя может снять то есть во второй части терминатор той же самой модели себе блять снимает кожу с руки да и в общем то и в первой же части он как бы его когда взрывает он обгорает вот там когда весь в огне ходят блять он уже скелет ему вообще насрать то что на нем нет кожи она она не нужна для его модели примерно для маскировки использовать два момента почему бы кайлу рису блять в какой-то мешок из органики какой-нибудь не засунуть ствол и с ним не телепортироваться тогда да я думаю технологии у людей какие-то такие есть поднапрячься можно было бы чтобы блять голом его не закидывать блять то есть огромный мешок блять кожи короче значит с которым он вместе перемещается потом он как камнем его расхуяривает достает одежду блять там блять стволы всякие это первый момент второй момент что это вообще за тупорылая хуйня что какой-то закон физики ну то есть во вселенной фильма терминатора есть какой-то закон физики который не позволяет перемести перемещаться определенным объектом в прошлое да то есть какой-то закон физики какой-то принцип то какой-то природный закон можно блять наебать если обтянуться кожей блять вы вы травите что ли что это су хуйня блять машину времени приходится наебывать блять то есть как бы терминатор он наебывает машину фрики эпидемии нахуй блять обвешиваясь кожей это виздец блять то есть там по всей видимости ворота стоят с апостолом петровым нахуй ну это это реально дико тупо поэтому побеждает побеждает самый логичный и продуманный фильм они хотя бы не по-серьезки траве так ну тут без вариантов арахисовый сокол так идем дальше а потом вам трейлер этого фильма покажу ну тут груз 200 тоже так брестская крепость 1408 в брюге код сельмариллиона роки так это блять игра разума фарга банда нью-йорка большой любовский старикам здесь не место реквием по мечте мадагаскар блять а вот хуй вам кто подставил кролика роджера блять нахуй амадеус так мадагаскар блять мадагаскар блять мадагаскар блять мадагаскар блять Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok и кильермо дель тора коммунист я поэтому выберу пожалуй таксист лабиринт панина пусть будет дурак хотя на самом деле пролетаем из дом кукушки пищи блять на три головы но я просто хочу чтобы в следующем раунде дурак тоже был и мими но блять мы мы собираем команду блять мстителей как это дробовик бесполезен ты чё дырек mad max 1 по-моему есть уже я уже по моему перестал ориентироваться на собственные предпочтения фильмах я по-моему реально уже научился рандомно нажимать до походу я уже не выбираю нихуя сейчас задумался немного как же смешно блять сейчас бермана было бы слить нахуй выбрав хардкор ебаный но я не буду трудил да блять охуен охуенный выбор ну блять арахисовый сокол бресы в мадагаскарская крепость охуенный фильм без шуток груз 200 конечно бля ну тут горбун ебаный должен подвинуться серьезно это уже типа не смешно было бы тому же у меня реплики из этой песни закончились ну да и ну да и смешно that's Бля, я заебался серьезно. Пусть будет мимино, похуй. Логан или двухсотлетний человек. Ну, знаете, это, по сути дела, один и тот же, блядь, фильм. Если подумать, think, think about it, блядь. Think about it, ебать. Тут здесь невозможно выбрать, блядь. Как бы это нереально. Я думаю, пусть будет Логан. Не, я не люблю вообще про наркоманов кино, кстати. Жалко, здесь не было американского олдбула в списке. Вот это был бы у Гарри, ебаный. Здесь же был двухсотлетний человек. Почему бы, блядь, американского олдбуя тоже не добавить одного масштаба, блядь, картины по важности. Ну, вот из Мэд Макса и Крепкого Орешка, я Крепкого Орешка выбираю. Любой, блядь, день недели. Так что мне больше нра обычные, жанровые боевики, чем по стопок. А пора переставать рофлить. Пора серьезно выбирать фильмы. Понимаете, в чем дело? Потому что мы уже наруфлили себе вариантов. типа сейчас уже, как бы, блядь, типа скоро будет нихуя не смешно. Потому что выбирать между двумя рофляными вариантами это, ну, такое. Вот, как раз-таки, когда мы ебнули всех нормальных кандидатов, уже пора начинать, как бы, играть серьезно. Или нет, потому что что-то вот нормальные фильмы продолжают выпадать. Дайте выберем дурака. Я уже одного терминатора слил, поэтому пусть второй остается. Фантомас намного пизжей, блядь, Бёрдмана. Блядь, не пизжейте. О, нахуй. Нормально. Кибердазайн пишет. Да, в самом финале между Мунлайтом и Арахисовым и Арахисовым и Арахисовым и Арахисовым и Арахисовым и Арахисовым уже будет не до шуток. Да. Да. Да, блядь. Главное, не спиздануть, что а вот из этих двух групп лучше вот это, да. Дорисуйте у себя в голове. Так. Блядь, надо было Silent Hill выбрать смешнее было бы. Рэмбо Еврейкста. Ну, слушайте, соревнование идёт просто, блядь, полным нахуй ходом. мы, блядь, мы подкрадываемся к центру земли, блядь, сука. просто блять все артефакты собраны этот лев как бы говорит нам я синефил блять да кто кого блять из этих из этих двух не мне тут по постеру только можно выбрать мне мне больше нравится джонни депп который из волыны целится блять в нас рэмбо смотрят блять на конкурента такой ёб твою мать какой нахуй боб хоскинс блять что вы творите блять пиздец будет рэмбо логан ну кантри фурку колдмен наверное леди трамп найден дальше маракеш логан или дурек но если подумать это блять будет логан рэмбо или чужие пусть будет рэмбо блять груз 200 или трамп блять будет трэмп наука логики беспредела касабланка или догма пусть будет касабланка вот же охуеют школьники которые побегут к сабланку смотреть о сокол затащил нормально вот так слоник сложно мертвец бабах хуяк до момент настал лунный свет съел мимино блять сабланк съела мертвеца арахисовый сокол съел собаку блять и внезапно лунный свет побеждает зеленый слоник я забыл про этих двух хуев блять сука рэмбо побеждает логана после чего рэмбо побеждает к сабланку блять ну и что и арахисовый сокол побеждает лунный свет а и арахисовый сокол побеждает рэмбо а сейчас танцуем а сейчас танцуем а сейчас не платите Demik не платите деньги . . .